привет друзья конечно многих интересует климатические параметры тех городов куда они собираются переезжать и например если вас интересует ярославль но на сегодняшний день 4 декабря 2020 года я вам могу предоставить картину которая есть конечно все это можно зайти в интернет найти онлайн камеры посмотреть как обстоит ситуация но возможно я как-то смогу прокомментировать и добавить интересующую для вас интересую интересующую для вас информацию как у нас зима в этом году значит пришла где-то первого числа выпал снег все подумали что вот все круто зима будет интересно красиво можно будет гулять с детьми заниматься спортом гулять в плане выходить лепить кидаться снегом лепить снеговиков но не совсем так оказалось до первые два дня мы погуляли поиграли повеселились потом все снег остановился все так сказать не знаю расставило куда-то убрали другой стороны конечно удобно можно спокойно выезжать со двора нету колеи не надо там ну пробок нету не надо снег убирать дорог но другой стороны хочется выйти погулять с детьми поиграть а снег это почти нету вот и что происходит что у нас со временем вот сейчас последние годы зима какая-то не зимняя то есть может быть такое что в новый год у вас будь близкая температура к нулю и будете ходить в лужах раньше конечно снега было намного больше то есть в этом и плюсы и минусы если кто-то хочет прям вот зиму зимушку да я не знаю лучше наверно ближе к оренбургу вот там сейчас ночью до минус тридцати днем минус двадцать пять и снежочек такой ну там даже и дороги перекрывают между городами бывает так занесет что невозможно проехать поэтому тут конечно каждому свое вот зима без снега да вот такой голый асфальт и минус пятнадцать там я не знаю тоже ничего хорошего конечно когда снежочек выпадет и ты его видишь да белый город как-то приятнее комфортно себя чувствуешь так вот как будто бы вот в город разделе и ты такой не знаю голый что мне он не по себе у меня зима ассоциируется белоснежными крышами дорогами все должно быть снегу не так конечно как в 2010 году было что невозможно было выехать из двора машина просто в снегу там тонула ну всякое бывает поэтому тут уж как есть я говорю рассказываю что последние годы все становится теплее и теплее наверно в прошлом году максимальный минус был это может минус 15 20 ну как то так я в этом году даже не стал закрывать свой виноград раньше его утеплял закрывал так утеплителем в этом году не стал я думаю даже переживет что еще рассказать сейчас мы едем по центру города кировский район и так успеем мы по улице может это республиканская республиканская сторона чуза переехали мы сейчас с вами мост октябрьский мост и что сейчас у нас обед немного пробки в обед все выезжают покушать слева там вдалеке на перекрестке мы видим желтенькое такое здание его называли серый дом наверное сейчас называю потому что он был раньше покрашен в серый цвет что касаемо парковок и проблем парковок в городе но наверное они у всех в каждом городе 10 не проблемы и вдоль каких-то зданий общественных проблематично припарковаться найти парковки но радует то что они покажут еще бесплатные то что есть потому что ходят слухи и мэрия хочет сделать парковки платными то есть даже рисовали на асфальте парковочные места для того чтобы машины ставили парковались на вот этих обозначениях на парковочных местах и платили возможно там было бы какое-то приложение как в москве до останавливаешься если не оплатил то на штрафстоянку что касаемо эвакуации автомобилей то слава богу пока что в ярославле этого очень очень мало крайне редко можно встретить такие проблемы почти что нету но автомобили сотрудников гибдд курсируют и если вы останавливаетесь под знаком там остановка запрещена особенно в центре то может вам прилететь штраф полторы тысячи если через госуслуги оплатите 750 поэтому нежелательно оставлять автомобили под этими знаками еще что касаемо сотрудников гибдд в городе то их тоже крайне мало и и в принципе не сказать что они какие-то прям вымогатели ну я наверно за последние не знаю сколько лет двенадцать меня в городе останавливали может раза три вот поэтому я с этим особо не встречался может не везло то есть ничего такого плохого про сотрудников гаи не могу сказать хотя один сотрудник гибдд в меня въехал на своей машине во дворе так 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 что бы вам еще интересно рассказать что касаемо парковок во дворах все безопасно оставляют криминала особо нет никакого ну опять же какие-то исключения из правил единичные случаи могут быть в общей массе нет проблем ну вот это вот я вам рассказал про зиму такая вот зима возможно еще в январе посмотрим что будет включусь расскажу вам как то так всем удачи пока